Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. И сегодня будет у нас с вами небольшая информация. Как вы видите, канал заполняется все более и более, уже свыше 100 видео только по Блендеру. И их будет еще больше, потому что Блендер это огромная программа, огромные возможности, которые я хочу все испробовать, всеми попользоваться. Что касается фотографий, я все время спрашиваю, такая же фотография, как же фотография. Ребята, вы имеете 400 отличных видео по фотографии, изучив их и становитесь таким же профессионалом, как я. Поэтому я не вижу смысла дальше делать еще что-то в предметной фотографии. Тут я достиг своего потолка, у каждого есть свой потолок, у меня вот он такой, достиг его. Все знания я вам отдал, так что претензий ко мне нет, не должно быть. И я свободен теперь делать то, что я еще хочу. А вы знаете, что мои хотелки многосторонние, то я делаю камеры, то делаю стимпанк, то вы, кто со мной давно, тот знает, что вплоть до написания книг и статей. Так вот, я решил заняться блендером и я буду это дело продолжать, ребята, продолжать. Уже сейчас выше 100 различных видео по блендеру и я себя чувствую в нем уже хорошо, довольно-таки. Не пугаюсь его, открываю, радостный тому, что сегодня произойдет что-то еще новое, что-то я еще новое, вернее, научусь чему-то. И мне это доставляет удовольствие. Поэтому, я думаю, вы должны меня понять, несмотря на разочарование некоторых моих друзей-фотографов. Что я сегодня хочу вам сказать о том, что мы прошли с вами за два месяца очень хороший такой путь, напряженный. Я понимаю, что вы не успеваете за мной, потому что я отдаю этому все свое время, а вы не можете, у вас и семья, и дети, работа, увлечение. В конце концов, вы хотите отдыхать, поэтому за мной гоняться, это, наверное, бесполезно, да и не нужно. Выбирайте из того, что я делаю, то, что вам нравится. Я стараюсь рассказывать все подробно, озвучиваю клавиши и так далее, и не спешу. Как вы видите, у меня то, что на многих туториалах и уроках занимает минут 20, у меня растягивается на как минимум 5 видео. Ну, это мой способ обучения, я иду медленно, вдумчиво, скажем так, и причиняюсь только своему темпу, поэтому я делаю для себя такие шпаргалки. И вот мы подошли сейчас к очень интересной теме, которую я не мог выполнить в синеме, почему-то у меня не хватало там каких-то знаний, наверное. И я начал делать вот таких, ну, то есть это и медвежонок, и слоненок, теперь ольвенок. Но у меня есть одна такая мысль, я и думаю, что я решил сделать из этих животных такой как бы учебный материал. То есть я посадил вот этого львеночка, да, на пьедестал из буквочки, кубики с буквами, да. Я пробовал делать для шаттера просто кубики, мне стало неинтересно, или я один или два сделал и бросил это дело. А вот с животными, я думаю, будет хорошо, потому что их можно использовать в учебном процессе. И рано или поздно к нему придут те, которым будут нужны такие изображения. С моей точки зрения, с моей стороны, для меня это хороший шанс до автоматизма довести строительство таких милых персонажей, которые впоследствии, возможно, я буду и анимировать. Не исключено, ребята, не исключено. Посему у меня к вам вот возник такой вопрос. Вы понимаете, что в русском, нет, в английском языке, я буду делать в английском, там 28 этих самых буковок, да, уже 28. И поэтому под каждый нужен будет там А, это аллигатор, там, Б, это Б, А, это медведь и так далее. Вот Л, это леон. Ну, собаке надоело, он сейчас начнет швыряться этими своими костями. Я балую последнее время мозговыми косточками, вот он немцы, вот-вот-вот, началось. И у меня возник вопрос, ребята, 28 зверушек, я-то осилю. Я осилю, конечно, но осилите ли вы это смотреть? 28 дней, потому что, ну, или две недели, я думаю, две в день делать, может быть, если позволит. Одну-две в день. Поэтому этот процесс длинный. И я хотел вас спросить, хотите ли вы этого видеть? Потому что я могу, допустим, для вас делать отдельные видео, допустим, мне интересуют еще ювелирные изделия, да? И ювелирные изделия подделать. И игрушки, и эти мимишные, как сказала Ольга, да, персонажи, они будут за кадром. То есть, вы их не увидите. Поэтому два пути. И я хочу с вами как раз этот вопрос обсудить. Как вы считаете? Хотите вы следовать мной, за мной вот эти 28 зверушек сделать? Или вы хотите это дело пропустить, потому что, как бы, ну, там общая, все равно будут какие-то детали новые, естественно, да? Или вы хотите это дело пропустить и видеть, что-то опять новое, интересное, допустим, вот ювелирные изделия. Кольца, перстни, цепочки и так далее. Вот. Для этого, в общем-то, я сегодня и затеял эту информацию. Для того, чтобы вас об этом спросить. Чтобы знать, что для вас будет наиболее предпочтительно. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь и ответьте мне вот именно в этом видео, в комментариях под этим видео, чтобы я уже определенно знал, куда дальше мне с вами двигаться. Куда мне двигаться, я знаю. Вот, а куда мне с вами двигаться, чтобы я знал точно. На этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Я желаю вам творческих успехов в освоении блендера. На этом прощаюсь с вами. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok